Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас такой выпуск, наверное, немножечко будет спокойно музыкальный, потому что я иду на Санбард. Это порядка 300 миль. И вы уже этот маршрут видели, когда я шел вниз с Доминики на Мартиник. И сейчас я возвращаюсь обратно. Погода будет абсолютно безветренная, поэтому никакого экшена особенно не будет. Поэтому я буду просто давать такие отрезочки пути, чтобы вам было понятно, как проходит маршрут. Поэтому Мартиник на Санбард это то, что сейчас будет вас ждать. И в этом же выпуске я вам расскажу немножечко об острове Санбардалами или Санбард. Это, между прочим, френч от РМР территории. То есть принадлежит Франции и является заморскими территориями Франции. Поэтому оформление чекины будет проходить так же, как на Мартиник. То есть просто пришел на компьютере, вбил все данные и все. Ну что, давайте посмотрим маршрут и погнали на Санбард. Так, ну что, смотрим, где у нас... Так, сюда, сюда, сюда. Вот это наш маршрут. Так, ну вот, Санбард. Наверное, непонятно. Ну, в общем, куда-то сюда идем. КОНЕЦ Мы уже обошли остров. Ветер у нас сейчас 45. КОНЕЦ КОНЕЦ Там стоят лодки. Я так понимаю, это единственный якоринг, который здесь находится. Что там, непонятно. И бухта очень хорошо разграничена. Там красные, зеленые, латеральные буи. Выглядит немножко странно, потому что обычно якоринг там, где вся цивилизация. А здесь такое впечатление, как будто цивилизация вся находится вот там. А якоринг какой-то... Абендонерия. То есть ничего там нету. Но сейчас подойду поближе и буду рассматривать. Так, заходим уже внутрь самой бухты, вот в глубину. Так, а вот как это выглядит буи. Так, глубина 10 метров. Знаешь, будем сядь на 10 метров. Вообще, я так понимаю, это какой-то секретный городок здесь, потому что его... Ну, обычно сюда никто не ездит. И здесь туристов, скорее всего, вообще очень-очень мало. Во-первых, это наветренная сторона. Все боятся. Так, с нейтралочка. Ну и докатываемся плюс-минус туда, куда нам его нужно бросать. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Завтрак, начинаем готовить омлет Субтитры сделал DimaTorzok 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 как это делается когда-нибудь вам покажу просто нужно чтобы были одни еще свободные руки чтобы снимать а то ставить на буй снимать это слишком много задач и вы знаете уже следили за предыдущим нашим выпуском сейчас мы находимся на острове сан-барталами или сан-барт данный остров конечно богатый роскошный потому что здесь на набережке куча всяких магазинов типа там булгари гучи и прочего прочего то есть сюда судя по всему приезжают отдыхать люди у которых есть достаточно большое количество денег просто для отдыха а те кто здесь живет постоянно я себе не очень представляю вообще что делать мы находимся в яхт-клубе вот вы видите как здесь стоят лодки стоят они все на буях буя 2 сзади спереди как швартоваться на бы я вам уже показывал вернее не сам процесс а то как это здесь в данном случае происходит на тузике к берегу добираться близко вот ну и здесь можно вот там вот где стоит большая супер яхта там капитан ария и туда можно также подъехать с интернетом здесь засада хотя во всех барах он вообще даже не запаролен но именно на этом острове я не знаю как они сделали так что я никуда не могу подключиться бустером вот вообще ни к чему не могу может там ограничение по радиусу действия я не знаю но я никуда не могу физически подключиться потому что бустер просто не видит ни одну сеть хотя телефон и компьютер видят ее прекрасно но а именно бустер этого всего не видит может есть какая-то защита я не очень разбираюсь поэтому надо за интернетом ездить на берег в кафе ну что поехали да кстати валюта на сан-барте евро но практически везде принимают американские доллары хотя везде ценник находится в евро если сравнить регион с мартиникой то тут процентов на 20-15 наверное все таки подороже что поехали на берег узнавать ну что погнали морские носочки порт сайт старборд отцепляем тузик и едем туда так вот такой пирс тут с берега это выглядит вот так ну и здесь находится капитанари марина офис вдоль дороги идет куча баров ресторанов банки всякие сервисы но пока закрыта и вообще сегодня у них паблик holiday то есть выходной день а пока идем в мое любимое кафе выпить чашку кофе так ну вот меню то есть там чизбургер 14 евро чикенбургер 17 евро что там еще у нас десерты там по 78 шампанское вот есть за 85 евро бутылка минеральная вода три с половиной это маленькая и салаты там 14 16 евро короче здесь совсем не дешево до центральная улица города сегодня у них какой-то праздник поэтому все закрыто но общее представление о городе получить конечно можно так парк с парковкой здесь конечно все очень развито магазины всякие типа ирмеса вы видите судя по брендам что здесь в принципе не дешевое место такое явно не для ягцмена обзорная экскурсия по бутикам но это сам вход в порт вот увидите там марина это кстати паром который идет на сан-мартин желтая подводная лодка стоит оу пинг соус свит ну вот там где мы сейчас находимся везде густавия волком и бен веню велкам ну вот собственно этот сам виль марина которой мы стоим у там у нас спереди лодка ну а тут якорная стоянка эти большие скалы это национальный парк есть форт но мне туда лень идти слишком далеко а вот по вот этой дорожке я наверно сейчас пройдусь посмотрим что там а 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот они, соляные озера, те части суши, на которых делают соль. Вот смотрите, сейчас вот идешь по ней прямо как по снегу. Можно отломать, попробовать кристалл, но оно же все такое твердое. Уф! Соленая зараза! Вот так вот заливается морская вода, и потом она просто испаряется прямо на солнце, и остаются кристаллы соли. Смотрите, так вот пройти, если туда дальше, здесь видно, как вода испаряется, и очень твердая поверхность. Очень твердая. Идешь просто прямо как по камням. И потом, после того, как я там походил ногами, это едят. А вот уже оттуда заходит, собственно, вода. Там вот показывает как раз, Андрей, куда заходит вода. Прям очень красиво она такая белая-белая-белая. О, окаменелости. Видите, как соль на них налипает. Прикольно. Прямо забетонировалась. А здесь, кстати, справа розовая соль. Вот кристаллы соли, прямо как с Мёртвого моря в Израиле. Такие вот ровная-ровная форма, и внутри видно даже структура, которая остается. Клево, большие. Это то, как, собственно, делают соль, именно морскую соль. Вот вас познакомил немножко с технологией. Соль. Соль. Ну что, продолжаем нашу экскурсию по Сан-Барту. И сейчас мы с вами пройдем на Шелл-Бич. Это рядышком, и пляжик совсем небольшой, и он называется Шелл-Бич. Соответственно, там должны быть ракушки. Сейчас будем их и изучать. Так, вот это сама Густавия. Вот вы видите, тут мы стоим. Дорожка идет сюда, 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 сюда. И вот находится Шелл-Бич. Погнали. Продолжение следует... Тут есть еще странные машины. Непонятно, что это. Volkswagen. Кто ты? Рю де ля пляж. Дорога на пляж, так и написано. И улица так называется. Все сходится. Это пепельницы. Можно брать на пляж такую пепельницу и вешать сюда обратно. Вы видите такой пляж. Он называется Шелл-Бич, потому что здесь нет песка. Здесь все находится из ракушек. Вот они. Тут реально их много. Недаром он называется Шелл-Бич. Ну вот, друзья, я вам вкратце рассказал об острове Сан-Барталаме или Сан-Бартс. И на этом наш выпуск подходит к концу. Проверьте, поставили ли вы лайк, подписаны ли вы на наш канал. И до встречи. Следующий выпуск у нас будет уже о переходе с Сан-Барта на Себа. И наверняка возврат куда-нибудь в сторону Мартиник. Посмотрим, как пойдет. Ну что, до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok